Привет, Натали! Сегодня нам Наталья откроет свое тайное место. Да, тайное место таинственное. Это та самая прорубь, которую я люблю больше всего. Точнее, здесь просто на самом деле подальше от города. Тишина. Березы, вот твои любимые неба, голубые. Мои ели любимые. Солнце. Кроме того, сюда много людей приезжают. Ну, пойдем, показывай, показывай. Хвастай. Ой, очень здоровский. Здесь обычно, когда я приезжаю одна, и тишина. Снегири прилетают, и вот благодаря местным моржам кормятся из этой прекрасной кормушки. Здесь молодцы ребята, тоже постоянно расчищают. Турник даже здесь есть, скамейка. То есть все обустроено для приятного моржевания. Ну, это какое-то священное место даже вот есть, видишь. Священный ключ, да. Бьют ключи, и не замерзает, да? Да, да, да. Вот как раз из трубы стекает вода. Люди приезжают, наполняться не только энергией, а и бутылью водой. Я тоже это делаю регулярно. Сегодня на улице минус шесть, как говорят. Да, минус шесть. И у меня еще очень красивый вот этот лог, такие красивые, можно наблюдать, природные сосудочки. Ух, ой, классно. Кайфово. Теперь уже две купели, знаем. В отличие от реки, здесь вода на самом деле очень вкусная. Лестницы сделаны. Термометр здесь даже ищет. Да? Все облагоустроено. Термометр я даже не видела, где покажи нам. Классно. Ну, а он такой немножко уже позеленел. Потому что жительное время здесь находится. А так и паломники сюда тут и приезжают. Жди, 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 да. Летишки соорудили вам снежную бабу. Классно. Наталья, я хочу тебя затронуть вопрос. Такой, который всех волнует. Вот давно хотела тебя спросить, пока плаваешь быстренько, одну минуту, чтобы тебя не заморозить. Татуировки, тату, всех очень волнует этот вопрос. Да, даже интересно, что всех волнует этот вопрос. Да. Нет, очень многие люди, которые, конечно, в духовной практике против татуировок. Я такого значения этому не продаю. Слышала тоже такое мнение, что это отверстия, которые выводят энергию нашу позитивную из организма человека. Я отношусь к этому проще, как и к значениям тату. Раньше занималась аэрографией, в частности, боди-артом. И по запросу у людей, где рисовала рисунки и себя тоже удовлетворяла этой возможностью порадоваться какому-то рисунку нательному без особого значения. Ну, просто такая радость жизни. А эти татуировки спонтанно были решены сделать, но я не жалею о них, комфортно с ними пребываю, а они мне не мешают. Там некоторые мужчины пишут, красивая, шикарная. А я, наоборот, если честно, слышала в свой адрес, что те, кто знал меня без татуировок, наоборот, отмечали, что лучше было. Зря я их вообще сделала. Но я, если честно, сводить их не собираюсь. Сделала осознанно, без какой-то... Может, я что-то еще не понимаю, мы же все развиваемся. Но в данный момент я как-то так наслаждаюсь их наличием на своем теле. И не считаю, что это как-то портит. Ну, сейчас вообще не проблема, если надоедят и свести это... Да-да-да, согласна с тобой, Наташа. А так, ну, может, кто-то говорит способ самовыражения, но у меня и других способов достаточно. Это больше так для себя. Как-то так. Классно. Все, хочу с головой погрузиться. Но сейчас я немножко выйду, и следующий заход, я думаю, сделаю это. Хочется ощущений побольше испытать. Сегодня очень классный солнечный день. Вообще, мы так ждали солнышка и наконец-то дождались. Да-да-да, здорово-дорово. Красавица наша скоро загорит на солнышке у нас. Да, ждем у всех солнышка. Вообще, такого красота у нас. Классного, да-да-да. И ходи сюда на солнышко, ты погрейся. Там жутки, еще ребята, следующие приехали от моржи. Солнышко на самом деле уже греет. Сейчас познакомимся с ними, да? Да, мы тебе познакомимся. Чем дольше сидишь, тем больше он будет пытаться... Да, типа защитная операция. Ну, ты когда не сидишь, приходишь домой, он будет думать, что ты в следующий раз же снова пойдешь. Ты же уже не отступишь. И он будет наоборот накапливать, чтобы эта энергия тебе хватала на нее. Чем дольше ты там будешь сидеть, тем больше в тебе будет это раскапливаться. Нет, ну если ты это бросишь в моржевание, ну если ты регулярно ходишь... Они-то постоянно же моржуют, купаются, ну раз-два в неделю. Тогда организм получает такие... Ты давай, давай, интервью. Как знаешь, зайчик давал интервью. Алексей сейчас расскажет нам свою версию. Нет, нет. Ну, нет, ну... Это тайна. Тайна? Всем рассказать тут очередь будет стоять. Это же кладезь здоровья. Тут даже и не найти, если кто не знает, ну не найти просто. А нет, нет, сейчас сряту, говорю, трусы буду сейчас снимать. Я тоже из этого уже стою. Алексей, думайте, вот моржи почему всегда вот веселые, довольные влияют как-то это моржевание на черту характера? Это болезнь. Это как наркомания, бросить нельзя. Ну, кстати, да, мне многие говорят, вот я говорю, скажите одно, два, три слова, что для вас моржевание словом или словосочетанием? Ну, и многие говорят, что это наркотик, действительно. В процессе вырабатывается эндорфин. Эндорфин это гормон счастья. Вот, если люди привыкают к этому, им нравится это. А вы сколько уже моржуетесь? Какой промежуток времени? Третий год? Третий раз. Третий раз? Привыкать потихоньку начинает. А на Шексне купаетесь в проруби? Нет. Нет? Считаете, что здесь... Чистая, святая вода. Держи, у меня. День хорошего морозного. Алексей, а второго молодого человека как вас зовут? Как вас зовут? Дмитрий. Кому бы, в какой город моржам вы бы передали привет? Всех. Всех России. Всех моржам. Никому не жалко. Привет можно передать всем. Что бы пожелали им? Все кто закаляется, все молодцы. Продолжают пускай закаляться. Ведут здоровые брожения. Как думаете, сколько раз в неделю надо моржевать и окунаться в проруби? Все по ощущениям надо делать. Если ощущения позволяют каждый день, каждый день. А если нет, тогда как позволяют. А вы сколько раз купаетесь? Ну, по-разному. Когда два раза привет, три раза. Ну, я смотрю, у вас вот часики. Да, у нас. Песочные, старинные часы. Что вы ставите рекорды? Вот я видела, мужчина в Нижнем Новгороде ставил рекорд. Он сидел в проруби семь минут. Два раза по семь. Две минуты? Два, по семь. Четырнадцать. Алексей сидит, когда по три. Когда по пять. Да нет, семь зато не рекорды. Всего должно быть в мере. Ну, он с небольшим промежутком времени, он вылазит и снова заходит. Вот по семь минут у него смог он. Четырнадцать минут в итоге, но с небольшим перерывом. Алексей, Дмитрий, спасибо вам за ваши эмоции и пожелания. Смотрите нас на ютубе. Пока-пока. Алексей, давай сюда, мы будем ждать до ютуба. Пока-пока. Продолжение следует...